Невчонки, всем привет! Я в таком положении снимаю, сейчас лежу, думала поспать, но не получается. В общем, вы представляете, сейчас сколько? 8.45 утра? Ну, это нормально, это для меня уже не утро, это для меня почти уже день. Так вот, меня сегодня с утра уже измотал не ребёнок, а мой долбанный кот. Вот, в общем, это какой-то ужас, просто с самого утра он кидается мне на ноги с агрессией. Фу, в общем, я его сначала немножко оттрепала за шкирку, по заднице чуть-чуть ему нашлёпала, но не сильно. На некоторое время затих, потом снова начал кидаться на меня. Вот, причём подкрадывается сзади, пока я не вижу. Знаете, так, в принципе, бывает такое неадекватное состояние. Вот, бывают дни, когда не высыпаешься, вот сегодня конкретно я не выспалась. Вот, не высыпаешься, тебя и Стёпком вот так кричит, достаёт тоже. Ну, естественно, он ребёнок, я же ему ничего не буду делать, не кричать на него, ничего. Вот, и этот ещё хрен, блин, кидается, бесит прямо. В общем, я его сейчас закрыла на кухне. И вот это реально, знаете, вот бывают такие дни, как такой квест «Преодолей себя». Вот, я думаю, он у всех мам бывает, начиная с того, что ребёнок не даёт, да, покоя. Ну, не то, что не даёт покоя, а выматывает вот этот плач постоянный, и вот хочется сорваться на кого-нибудь. Но ты понимаешь, что этого делать нельзя, что это всё пройдёт, надо просто перетерпеть. Ну, вот. В общем, вчера у меня весь день был такой. Ещё с мужем вчера вечером повздорили немного. Ой, и сегодня с самого утра. Мало того, что не выспалась, да, Стёпу там нужно было утешить тоже, уложить, поспать. Сейчас я его вроде уложила, он спит. Так этот хрен начал на меня кидаться, я уже не знаю просто какие слова подобрать. Просто это, знаете, такая агрессия в глазах у кота. И я не знаю, что ему надо. Он вроде бы просит мясо. Мяса дома нету, но есть корм хороший, да. Ну, предположим, надоел ему этот корм. Я ему даю периодически то мясо, то это индейки. Блин, его кормлю, не знаю, кто ещё кормит своего кота индейкой. Говядину я ему предлагаю, он не ест. Индейку я ему предлагаю, он её ест, но тоже не всегда. Куриную печёнку, короче, свинину, всё что угодно. Куриное филе специально для него покупаю. Короче, видимо, кот уже настолько оборзел, что он уже даже не хочет ничего есть. Вот. Просто от своего борзения уже начинает кидаться у меня на ноги. Вот. Я его сейчас посадила на кухню. Он сидит там, орёт, мяукает. Начал драть двери снизу. Ну, мне уже настолько вот параллельно, не то, что параллельно, знаете, вот просто не до кота. Когда у тебя там ребёнок плачет, ещё что-то. И так вот бывает, так устанешь, такой псих берёт, сдерживаешь себя. Ещё этот кот начинает на тебя кидаться. И у меня уже просто такие мысли неадекватные в голове уже. Пойти его, отдать кому-нибудь, не знаю, на улицу его. Ну, естественно, я не выкину его на улицу. Я понимаю, что если я чего-нибудь такое сделаю, я просто сама потом об этом пожалею. Я понимаю, что это сейчас минутная какая-то слабость, которую нужно преодолеть. Я не знаю, меня мамочки поймут или нет, насколько это морально тяжело бывает. Так вот, когда кто-то достаёт, когда и так тяжело, и когда кто-то ещё достаёт, хочется пойти к кому-нибудь и просто отдубасить. Приходится себя сдерживаться, сдерживать. Я не знаю. Естественно, я вам сейчас просто так высказываюсь, но имейте в виду, что никогда я не отдубасиваю ни своего кота, никуда-то его не выкину, ничего. Просто хочется выговориться, вот этот стресс снять. И для того, чтобы окончательно его снять, мне нужно сейчас выспаться. И не знаю, получится у меня это или нет. Но кот меня мой достал. Я, в общем, против него уже вооружилась пшикалкой с водой, потому что я больше не знаю, как на него воздействовать. Я знаю, что если я пойду сейчас на кухню и открою дверь, и он, зная его характер, он снова начнёт на меня кидаться. Чтобы этого не произошло, я тут себе пшикалку с водой сделал. Вот, буду защищаться, короче. А что ещё делать? Ну, я не знаю, я же не могу его пойти там избить или ещё что-то сделать. Я не знаю, как на него ещё воздействовать нормальными методами. По-моему, этот метод вполне нормальный. Тут обычная вода, ничего страшного для него не будет. В общем, доброе утро, страна. Всем привет! Ребёнок у меня в новом костюмчике Картерс. Наконец-то мы до него доросли. Но, представляете, оказалась на ножке. Там дырочка прям такая, причём большая. Я даже не ожидала. Сейчас к нам пришёл мастер-газовщик. Он на минутку отошёл, поэтому я воспользовалась возможностью и снимаю. В общем, у нас что-то случилось с газовым котлом. Он неадекватно стал нагревать воду. Либо он её вообще не нагревает, либо нагревает, но кипяток. Причём только с душа такая ситуация. То есть с краном такого нет. Ну, мастер нам, в общем, почистил все краны от извести. Извести было очень много. Вода у нас очень сильно известковая. И подсоединил вот такие шланги. Здесь, в общем, как он говорил, там уксус, сода и ещё что-то. В общем, для того, чтобы можно было прочищать всё это дело от извести. Вот тут идёт реакция. В общем, процесс. Нужно подождать где-то полчаса, пока она прочистится. Куча инструментов. Это уже собрано. Было ещё больше. Вот. И, собственно, пока он тут всем этим занимается, я тут со Стёпкой сижу. Стёпа у меня проснулся. Сейчас время уже седьмой час вечера. Стёпка у меня тут плачет. Собираюсь с ним сходить погулять, потому что погода на улице хорошая. Солнышко моё, пожалуйста, не плачь. Сейчас дай мне у маме собраться. Это, короче, мамские будни, блин. Маме не собраться. Ребёнок всё у него накормлен, напоен, собран. Мама, как всегда, с растрёпанными волосами ни разу ещё не расчёсывалась сегодня. Вот только почистила зубы. И это, не знаю. Короче, надо как-то успевать, пока он тут стонет, собраться. Вот. Так что смотрите мои мамские будни. Я не знаю, как. Я же не буду вам врать, что я тут прекрасно выгляжу всегда. И Стёкла у меня никогда не плачет. Вот. Короче, надо как-то собраться, выйти и погулять на улицу. Пока погода нормальная позволяет. Вот так вот. Ой, кстати, так неплохо у меня эта юбочка-то. Я, кстати, чуточку поправилась после родов. Ну ладно, буду собираться, а то Стёпа там хнычит. Гуляем. Гуляем. Вот так тихо и спокойно. Время уже скоро 9 вечера. Все уже приехали домой. С работы. Вот так красивая роза. Можно посмотреть. На поле тоже очень красиво. Жалко, телефон сильно отдаляет. На самом деле, оно ближе. Лиска побежала. Молодец, солнышко. Да. Стёха. Всем привет. Время утра 9.35. Маша пошла в магазин. Маша коса, русская краса. Ну, в том плане, что мне некогда было убирать, заплетать. Пока Стёпку спать выложила. Серегу оставила. С ним. В общем, это не было особо времени. Приводите в порядок. Ну, я, в принципе, так хорошо выгляжу. Вот. Ну, они накрашены. А что краситься-то в такую жару? Я вообще не понимаю, зачем. Ну, так, реснички. Кармянки можно, если куда-то там идёшь на какое-нибудь мероприятие. Не сильно важно. В общем, пошла в магазин, надо что-то купить для щей. Борщ я пока боюсь есть, так как я на ГВ. Говорят, сфекла, что-то там может что-то отказывать. Короче, не знаю, может быть, это всё и фигня. Но я хочу щей. В общем, одела новые босоножки. Ну, что это, я не знаю, босоножки. Помнится, я их одевала, когда последний раз. Последний раз я их одевала в первый раз. Вот. И они мне были. Ну, то есть, как бы, сейчас вот я иду, мне мягко, в них удобно. И в прошлый раз так же было. Обратно, когда шла уже, помню, натерла вот это обилие лямочек всяких на обуви. Надо, чтобы они как бы успели разноситься, и нога к ним, чтобы привыкла. Поэтому это мучение было, я помню. Вот. Сейчас пока нормалёк. Посмотрим, что будет дальше. Муж меня вчера попросил, сделай мне педикюр. У меня есть, в общем, машинка специальная. У меня машинка Стронг 207. Сделала педикюр мужу. У него теперь такие гладкие пяточки, пальчики. Себе тоже немножко сделала. Ну, блин, ногти забыла постричь, ноги пробилировать забыла. Вот так и хожу. У себя времени-то особо не хватает. Стёпку укладываю спать. Думала, он сейчас спать ложится. Вроде поел, начал отключаться, а потом хопа взбодрился. И сейчас не хочет он абсолютно спать. Смотрите, хочу вам показать. Пелёночки купила. Это фланелевая пелёнка с начёсом внутри. Вот мне странно, почему делает начёс именно внутри. Вот такой небольшой здесь начёсик. Вот. Сейчас вечер, освещение не то. Она, короче, ярко-синяя, очень красивая такая. Днём надо будет вам заснять. Вот. Очень классная, плотная. Сначала я подумала, что она грубая. Но я её постирала, она стала чуть помягче. Но всё равно она достаточно нормальная для кожи малыша. Стёпка тут у меня играется с этой рыбкой. С развивающего коврика. Любит её мусолить. Вот. Кот, как всегда, с нами. Где я со Степаном, там и он. Сняла с сушки бельё. Оно не досушилось. Поэтому здесь я развесила. Кстати, про костюмчик Carters. Вот именно у этого костюма он очень классный. Всё с ним хорошо. Но у него здесь оказалась дырка. Прямо вот где-то. Сейчас я вам её даже найду. На какой штанине-то. А, вот. Я зашила. Короче, швея из меня так себе. Но вот здесь прямо была дырка. То есть не было просто элементарно прострочено. Представляете, это Carters называется. Да, я даже не ожидала такое. Ну, получилось вот что. Ну, в принципе, это не видно. Это на месте, где застёжки. Но всё равно. От Carters ждёшь немножко лучшего. Но сам костюм классный. Сидит вообще здорово. Мне очень нравится. Бельё, в общем, не просохло. И как-то оно, знаете, видимо, может, долго оно в стиральной машине ждало меня, пока я его достану и высушу. Вот заметила, не после стирального порошка, а именно после этих экологических гелей для стирок, которые для детей появляются. Если, ну, к примеру, часа два полежат в стиральной машине мокрым. Забыла я, в общем, про бельё. Достаёшь потом, и такой вот запах, не знаю, то ли какой-то блювотин или чего-то такого. В общем, либо с кисшего белья уже. То есть от этих гелей такой вот запах. То есть сразу же нужно бельё развешивать. От порошка стирального я такого ещё ни разу не замечала. Либо, может быть, я, конечно, я ошибаюсь. Я вот такие тряпочки использую для того, чтобы отрыжки Стёпкиной стирать по всей квартире. И когда я вместе с ними стираю, может быть, да, от них такой запах. Я понять не могу. Вот. Ну, это очень даже странно. И потом ещё фиг этот запах, выстираешь с белья. Вот такой мой вечер. В общем, сейчас буду Стёпе менять подгузники. И попробую его всё-таки усыпить, потому что время уже скоро 10-й час. Да, Степан? Ага, ага. Такой он активный стал у меня в последнее время. Вот. Здесь я мыла полы, поэтому всё на диване у меня лежит. Надо всё на место разложить.